Ну, мы с вами переходим ко второй части нашего вебинара, это яровой рапс, буквально несколько цифр статистики, вы видите на этом слайде, мы взяли ту текущую информацию, которая есть, соответственно, вы видите в нижней части слайда о том, что пассивные площади рапса, они достаточно подвержены колебаниям, естественно, они зависят, как мы все с вами понимаем, от конъюнктуры рынка, но тем не менее, можно видеть, что по таким областям, как Омская область, как Алтайский край, Красноярский край, площади за последние 4 года, они реально серьезно выросли, то есть вы можете видеть, фактически в 3 раза выросли площадь, вот на Алтае, в 3 раза выросли площадь в Красноярском крае. Также обращает на себя внимание то, что увеличилась урожайность данной культуры, естественно, культура идет по принципу интенсификации, безусловно, начинают возделываться гибриды, и даже несмотря на тяжелый текущий год 2020, на Алтайском крае, в Омской области засухи, не менее урожайность, она выше, чем это было 5 лет назад. Ну и, безусловно, валовый сбор данной культуры, он так или иначе растет из года в год, и, конечно, данная культура является для многих из вас привлекательной с точки зрения возделывания ваших хозяйств и получения прибыли и обратных инвестиций. Но всегда при возделывании данной культуры мы с вами сталкиваемся с вопросами экспорта. И, естественно, здесь очень важно понимать то качество, которое предъявляется, те требования, которые предъявляются к рапсу, к семенам рапсу, и, соответственно, естественно, возделывая данную культуру, конечно, бы всем из вас хотелось бы, чтобы качество семян, качество рапса соответствовало тем требованиям по безопасности. И вот эту тему сегодня осветит наш гость, наш приглашенный спидер. Я хочу передать слово Куликову Альбину Михайловне. Она является генеральным директором Инвестиционного центра «Органика», и, соответственно, Альбина Михайловна осветит те основные аспекты, которые предъявляются к требованию качества рапса при его направленности на экспорт. Альбина Михайловна, пожалуйста, вам слово. Добрый день все участники этого вебинара. Я хочу всех поприветствовать и вначале буквально несколько слов сказать в нашем информационном центре, потому что это новая сравнительная организация, которая по существу позволяет оказывать помощь в части получения фитосанитарных сертификатов, ветеринарно-санитарных сертификатов. Это те требования, которые, прежде всего, предъявляются к продукции, которая идет на экспорт. Кроме того, мы решаем вопросы, связанные с разработкой проектов культурно-технических работ, проектов рекультивации земли. И, конечно, один из секторов – это то, что название нашего центра – это органика. Это помощь в проведении международной сертификации органических продуктов, развития органического земледелия. Эти вопросы мы решаем совместно с теми нашими участниками, с теми нашими сельхозпроизводителями, которые решились, героически решились попробовать себя вот в этом новом секторе. Ну, хочу сказать, что да, действительно, последние пять лет, почему говорим о РАПСе, потому что РАПС просто всколыхнул, наверное, наших производителей, нашей области и наших ближних сибирских соседей. Это вызвано тем, что эта культура оказалась достаточно востребованной. Хочу показать вот варианты, какие страны-импортеры все-таки стараются закупать продукцию именно нашего российского производства. Ну, здесь, без сомнения, лидеры Монголия и Китай. Хочу сказать, что часть, конечно, продукции, которая поступала в Монголию, она все-таки в конечном итоге попала в Китай. Ну, и среди нас в предыдущие годы достаточно хорошо мы экспортировали в европейскую часть. В этом году, наверное, результаты будут намного скромнее, потому что наше восточное направление оказалось наиболее востребованным. Поэтому, прежде всего, мы должны, наверное, учитывать те факторы, которые предъявляют нам страны-импортеры в производстве вот этой продукции. Сразу хочу сказать, что прежде всего для того, чтобы нам отправить продукцию на экспорт, мы должны посмотреть, какие требования от нее предъявляются. Значит, 74 страны, вы знаете, что сегодня география продукции, которая отправляется, в том числе и зерновая, и масличная, и технические культуры, прежде всего мы должны учитывать требования этих стран. Вот 74 страны оговаривают определенные показатели качества. 88 стран требуют определенные показатели безопасности. Среди них я бы выбрала Вьетнам, потому что Вьетнам очень требовательный в отношении остаточного количества пестицидов. Отдельные страны очень требовательны в отношении наличия генномодифицированных организмов. Какие-то страны требуют показатели по токсичным элементам. Но, без сомнения, почти все предъявляют требования по карантину. Вот 115 стран, которые оговаривают эти требования и соответствующим образом предъявляют к ним достаточно высокие показатели. Ну, давайте поговорим все-таки о Китае, потому что, без сомнения, он сегодня для нас лидер. Прежде всего, Китай требует, чтобы было выполнялось фитосанитарное законодательство. На самом деле, если посмотреть списки развития карантинных организмов, которые оговаривает Китай, их более 400. И если бы сегодня мы не оговорили и не появились бы новые протоколы, которые согласованы между нашими странами, то едва ли бы мы могли вообще развиваться и двигаться в направлении этой страны. Соответственно, есть требования и санитарные стандарты, которые мы обязаны выполнять. Кроме того, у нас прошли недавно согласования и в этом году появляется новшество. Если раньше все производители, экспортеры обращались в управление Россельхознадзора, в центральный аппарат, и практически все это было на бумажных носителях, все это было с учетом подачи заявлений, то сегодня меняется этот порядок. Сегодня все предприятия по соглаванию с Китайской Народной Республики с 1 декабря этого года должны пройти регистрацию в информационной системе Россельхознадзора Цербер. Эта система, она уже была хорошо опробована нашими производителями, которые занимаются производством продукции животноводства. Но для тех, кто занимался растеневодством, она была менее знакома. И дальнейшее вы можете теперь предвидеть, что в Цербере, теперь особенность в Цербере, будут прикрепляться все эти документы, которые были необходимы и которые были подписаны, и договоренности, которые были между Федеральной службой Россельхознадзора и главной инспекцией по карантину Китайской Народной Республики и качеству. Хочу сказать, что начиная с 2015 года, пожалуй, это единственный протокол, который принципиально не менялся. Изменились протоколы на пшеницу, изменились, потом появились позже на ряд других культур. Но вот в отношении протокола, который был сформирован и требованием кукурузии, рису, сои и рапсу, практически особых изменений нет. Хочу обратить внимание вас всех на статью вторую, потому что статья вторая предполагала, что экспортировать в Китайскую Народную Республику будут только регионы Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. В связи с этим возник вопрос. За последнее время у нас приходит информация о том, что и другие регионы проявляют большой интерес, пытаются завозить продукцию на территорию наших сибирских областей. В связи с этим появляются и увеличиваются определенные фитосанитарные риски. Ведь это же не просто так выбраны данные территории. То есть предварительно для того, чтобы определиться, с какой территории можно завозить, были неоднократно проходили комиссии, инспекции совместно, в том числе и с Китайской Народной Республики, которые мониторили и изучали, какие болезни, какие вредители, какие здесь есть риски с точки зрения фитосанитарии. Теперь хочется сказать, что разрешено осуществлять отгрузку. Несколько расширили, теперь допускается отгрузка контейнерами, через порты, то есть водным транспортом. Ну и хочу еще сказать о том, что иногда мы забываем и думаем, что если приехали специалисты Россельхознадзора, выдали какие-то документы, соответственно, на этом все заканчивается. Однако нет, статья 6 говорит о том, что китайская страна оставляет за собой право, и специалисты по фитосанитарному надзору, они вправе предварительно проверить и посмотреть производство. То есть оставляют за собой право проведения инспекции. Ну, прежде всего, сегодня осень такова, что год 2020 принес нам очень много изменений, в том числе и негативные в части развития пандемии. Ну и в части развития экспорта здесь тоже нужно учесть те мероприятия, которые сегодня изменились. С 22 июня 2020 года, как мы уже сказали, заработала платформа специально в части фитосанитарии, и благодаря этой платформе могут, значит, производители, экспортеры подать теперь заявление в информационную систему Цербер. По-прежнему остается анализ состояния, фитосанитарное состояние семенного материала. То есть предварительно, как правило, эту работу проводят референтные центры системы Росельхознадзора на территории Новосибирской области. Это Новосибирский испытательный центр Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. На территории Омской области это референтный центр. На территории Красноярского края это тоже Красноярский референтный центр. То есть учреждения под ведомственной системой Росельхознадзора. Следующим этапом необходимо отмониторить те участки, те территории, где выращивается рапс. Зачастую некоторые землепользователи не полностью показывают свои площади. То есть с точки зрения финансового сокращения финансовых затрат, иногда занижают область, иногда сокращают посевные площади. Но когда начинается осень и начинают реализовывать свою продукцию, то выясняется, что потенциал будет гораздо больше. Ну и последний момент, который обязательно должен сопровождаться. Любая партия продукции должна быть оформлен, на нее должен быть оформлен фитосанитарный сертификат. В этом плане сейчас тоже произошли изменения. Если раньше можно было предварительно провести мониторинг фитосанитарный, можно было посмотреть на элеваторах, можно было посмотреть в складских помещениях хозяйств, то теперь появились некоторые трудности, некоторые проблемы, с которыми столкнулись сегодня зернотрейдеры. То есть такой мониторинг прежде всего и выдача заключений фитосанитарных проходит только в случае полностью, когда затарены вагоны, контейнера. В связи с этим до окончательного исследования требуется значительное время. В связи с этим получаются ряд задержек, которые отражаются на всей этой системе и способности экспортировать данную продукцию. Ну, хотелось бы сказать, почему все-таки Китайская Народная Республика у нас прежде всего... Здесь прежде всего хотелось бы сказать о том, что здесь основная часть, основная часть это интерес, который проявляют они к РАПСу. РАПСа экспортируют очень много, вот, собственно говоря, объем собственного производства очень большой, 13-14 у них миллионов, 7 миллионов они гектар высевают. Поэтому в этом плане, конечно, культура, которая прежде всего для этой страны имеет большую особенность. Ну, и хочу также сказать о том, что требования, которые мы предъявляем сегодня к семенному материалу. Значит, под понятием РАПСа мы можем... В разных странах не есть некоторое разнообразие. Это, как правило, семена сурепицы, это сарепской горчицы. Вот, это немножечко варьирование определенное есть. Если говорим о стандартах, то прежде всего мы стараемся регламентировать состояние ируковой кислоты, вот, и состояние наличия глюкозинолатов. Именно вся селекция идет в направлении того, что нужно максимально вот снизить эти показатели. Ну, что касательно глюкозинолатов, они и оказывают очень отрицательное действие на дыхательные пути, на нарушение деятельности щитовидной железы. И поэтому здесь, собственно говоря, поэтому такая селекция ведется. Ну, если говорить о наших российских национальных стандартах, то по нашему ГОСТу мы оправляем ряд показателей. Я бы больше всего обратила здесь внимание на содержание сурной примеси и, конечно, на состояние, на содержание именно непосредственно масличности, да, которые и определяются те или иные сорта. Что касается сурной примеси, то есть некоторые расхождения по сравнению с Китаем. Вот у них в последнее время есть тенденция, которая позволяет сократить и говорят, что вот по отношению к Канаде уже они предъявляют требования за соренность не больше 1%. Ну, сегодня пока мы, собственно говоря, укладываемся в параметры 2-2,5%, хотя некоторые предприятия, в том числе ООО «Рубин», они достигают показателя близкого к единице. Очень важный показатель, который сегодня есть для нас, это должно быть отсутствие ГМО. Буквально недавно мы получили нотификацию со стороны отгруженного РАПСа со стороны Омской области, да, попала партия фактически с содержанием ГМО, и поэтому наша страна получила нотификацию в отношении этого показателя. Он для Китая является очень важным. Ну, еще хотелось бы обратить внимание, что иногда, когда мы говорим, что требования или китайские бизнесмены возьмут ту или другую продукцию, и это не так принципиально, но хотелось бы сказать, что со стороны Китайской Народной Республики существуют определенные государственные структуры, которые контролируют это качество. Раньше это было QCQ, сейчас эта компания, это ГАЗ, они входят в состав таможенного комитета, и поэтому, собственно говоря, параллельно, без растаможки данной продукции, без ее оценки предварительной, соответственно, значит, эта работа является очень обязательной. В том протоколе, который согласован сегодня с Российской Федерацией, у нас есть ряд карантинных объектов, которые могут иметь в том числе и значение на территории Новосибирской области. Ну, собственно говоря, это порядка 17 карантинных видов, с которыми мы согласовываем и смотрим, когда проходят мониторинги, то прежде всего мы смотрим на наличие послена, на наличие горчака ползучего, повелики. Амброзия у нас, это только бывают единичные какие-то небольшие очишки, вот, и то завозных. Ну, прежде всего для нас представляет опасность амбарный долгоносик, это то, что мы можем встретить в местах хранения, зерновки, вот, вот мониторинг и проводит служба фитосанитарная для того, чтобы, собственно говоря, отследить этот момент. Очень важно, хочу сказать, о фомозе крестоцветных культур, потому что три года назад тоже были претензии в части РАПСа, который был отгружен с Кемеровской области, это вот в части развития, конечно, заболеваний. Поэтому сегодня, хотелось бы сказать, что сегодня очень важным моментом является выполнение требований, которые сейчас предъявляются. Это достаточно широкий спектр исследований на остаточное количество пестицидов. И поэтому здесь заранее очень хорошо, что есть технологии, хорошо, что есть пестициды, способные решать проблемы в области защиты растений. Но при этом хочу обратить ваше внимание, что уже покупая те или иные препараты, вы должны понимать, где это будет все исследовано. И поэтому всем хотелось бы пожелать, чтобы были хорошие урожаи, чтобы меньше всего использовались, конечно, химические средства защиты растений. И для того, чтобы наша продукция была экспортна, имела очень большой потенциал в части экспорта, и продукция имела очень хорошую маржинальность и давала нам хорошие результаты в части финансового состояния. Я всем желаю всего самого наилучшего. Вы видите на экране телефон, и если есть, появляются какие-то вопросы, мы готовы ответить или более отдельно как-то встретиться и, соответственно, решить те проблемы, те вопросы, которые у вас возникли. Коллеги, я хочу передать слово двум нашим ведущим экспертам. Это Сергей Половников, который является руководителем технической поддержки региона Сибири и Дальний Восток, и нашему, наверное, самому ведущему, самому знающему эксперту, это Ольга Моблова. Я думаю, что, наверное, в Российской Федерации больше, чем Оля по вредителям и инсектицидам, ну не знаю, наверное, мало кто знает. Поэтому я призываю, задавайте ей вопросы. Коллеги, передаю вам слово. Ждем вашего презентации. Здравствуйте. Меня слышно? Коллеги, всех рад присутствовать. Сегодня хотелось бы осветить тему Ярового РАПСа. И, переходя к данной теме, хотелось бы предварительно показать тот портфель, который компания Сингента имеет для защиты данной культуры. На самом деле, то есть у нас достаточно обширный портфель, который включает в себя препараты для защиты семян. Есть препараты для почвенного контроля сорняков, такие как Дуалголд, Физилат. Соответственно, есть послесходовые гербициды. Есть ряд фунгицидов, в том числе новый фунгицид Кустодия, про который вчера мы немножко рассказывали. Сегодня тоже на нем остановимся, покажем, что это за препарат, как его применять. Есть продукты для контроля вредителей. И, соответственно, есть десиканты. Сейчас хотелось бы перейти непосредственно к двум направлениям, которые мы сегодня хотели бы осветить. Это защита, соответственно, наших посевов от заболеваний и защита посевов от насекомых, от вредителей. Соответственно, для того, чтобы осветить тему по вредителям, я бы хотел передать слово Ольге и посмотреть, какие бывают насекомые, какие бывают вредители, что с ними необходимо делать и как от них защищаться, и как их вообще классифицировать на яровом рапсе. Добрый день, коллеги! Рапс – очень интересная культура. Мы приводим здесь не только вредителей, но и остальных насекомых, которых вы можете увидеть на рапсе. Почему это очень важно, мы поговорим с вами позже. Видите, у нас есть представлены и опылители, и условные опылители. Рапс в этом плане – очень интересная культура. Вредители на рапсе – есть вредители, которые сопутствуют растению рапса на протяжении всей его жизни, такие как капустная амоль, например, и тля. Они могут быть на рапсе в любой момент, развиваются в нескольких поколениях. А есть вредители, которые приурочены строго к каким-то фазам определенным. Например, рапсовый цветоед или скрытнохоботник семенной. Их интересуют только плодовые элементы рапса, и больше ничего их на этом растении, собственно говоря, не интересует. Интересную группу составляют вредители, которые посещают рапс в начале вегетации. На них всегда стоит обращать внимание, поскольку простые крестоцветные обложки могут банально съесть у нас практически все наши посевы. Даже если блоха уничтожает точку роста, это такое растение расти не способно. Также полностью может уничтожить посев, не то чтобы съесть вообще, чтобы ничего не осталось, но урожая мы не получим. Капустная амоль и то же самое. А вот луговой мотылек может съесть вообще все и не оставить, собственно говоря, совершенно ничего. Поэтому вредителям стоит уделять особое внимание. Они могут лишить нас полностью урожая. Крестоцветных бложек на рапсе есть несколько видов. В разных зонах представлен разный видовой состав, разное соотношение видов. Что нужно помнить, в условиях Урала и Сибири все обложки развиваются в одной генерации, что очень хорошо. Есть места, которым повезло меньше. Вредят тоже все примерно одинаково. Есть там различия, но, собственно говоря, для нас с вами самое важное сохранить всходы, которые повреждают эти самые обложки. Каким образом можно это сделать? Есть, собственно говоря, два варианта. Можно обработать инсектицидом, но растения очень маленькие в этот момент. И это достаточно сложно попасть именно в тот момент, в который нужно. Есть более простой и удобный вариант. Это протравители семян. Компания Сингента предлагает три различных протравителя семян для рапса. Если вы хотите защитить исключительно от вредителей, это крузер. Если же вас интересуют и болезни всходов, и вредители, то тогда это два следующих наших продукта. Крузер Рапс и Селест Топ. Крузер Рапс – больший специалист, чем Селест Топ в контроле ложной мучнистой росы. А так, в принципе, они по вредителям совершенно одинаковы. По болезням немножко отличаются. Соответственно, чем удобны протравители? Кроме того, что мы можем проконтролировать болезни всходов, вредителей, которые могут повреждать растения в первоначальный этап жизни, бложки, пилищики, например, скрытнохоботник стеблевой, мы также контролируем почвенных вредителей, которых вы никогда не проконтролируете с помощью нанесения инсектицида сверху по вегетации. Мухи всевозможные, ростковые, либо капустная муха, она также Рапс повреждает. И проволочники. Есть еще некоторые почвенные вредители по разным зонам нашей огромной страны, они могут встречаться. Соответственно, может показаться, что стоимость обработки инсектицидом – это дешево, мы блошек отработаем, и все будет хорошо. Зачем? У меня нет проволочника, у меня нет болезней всходов. Но на самом деле, если мы возьмем, например, селестоп, он стоит практически столько же, сколько обработка инсектицидом по вегетации. А это намного удобнее. Мы обработали семена, мы их посеяли, и мы можем не беспокоиться за то, что у нас всходы будут съедены в плохой, к примеру. Следующий вредитель, который сопутствует растению Рапса на протяжении всей его жизни – это капустная моль. Ей стоит уделять особенное внимание. Вредитель крайне коварный, развивается в нескольких поколениях. Мониторить нужно, начиная с самого маленького растения, поскольку если она съедает точку роста, то Рапс либо не дает вообще стеблей, либо стеблей несколько, и урожай неполноценный получается. Поэтому вредитель очень опасный, ему нужно уделять особое внимание. На сегодняшний день на Рапсе мы предлагаем каратезион. В ноябре мы получили регистрацию для капусты против чешуи крылых вредителей, в том числе и капустной моли Амплига. И следующий этап уже будет получение регистрации Амплига на Рапс. Мы в этом направлении работаем. Капустная моль вначале, когда она легко снимается инсектицидами, она очень незаметная, она крайне маленькая. Вот здесь вы можете наблюдать мину, которую сделала личинка сразу после отрождения из яйца. Поэтому стоит очень внимательно относиться к этому вредителю. Есть очень простой способ мониторинга, это феромонные ловушки. На феромон капустная моль летит очень хорошо. Компания Сингента предлагает своим клиентам и такую услугу. Есть еще один очень неприятный вредитель, который развивается волнообразно во времени. Сейчас как раз мы наблюдаем нарастание численности лугового мотылька. В предыдущие годы, я думаю, что многие здесь присутствующих смогут поделиться опытом. Уже были поля съеденные полностью этим вредителем. Коварность именно в том, что он бывает не каждый год. Сейчас он на подъеме и нужно обязательно его мониторить. Дальше мы поговорим о вредителях, которые повреждают плодоэлементы рапса. Они самые сложные в том плане, что мы здесь должны думать с вами об опылителях. Рапсовый цветоед. Самый распространенный вредитель есть везде, где есть рапс. Питается бутонами и цветами. Для нас с вами нужно обращать внимание на него с того момента, как только мы увидели бутоны. Личинка тоже питается цветами. Но нам с вами нужно сделать так, чтобы сам жук не начал вредить. Потому что один жук может съесть 9 бутонов. 9 бутонов – это 9 будущих стручков. Можно посчитать, сколько это будет в урожае. Второй сопутствующий вредитель – это семенной скрытный хоботник. Он откладывает личинки в зачатке стручка. И личинка потом в стручке в этом внутри питается. Соответственно, нам тоже нужно убрать жука, чтобы он не успел отложить эти самые яйца в наши стручки. Ну и в течение всей вегетации на растениях можно увидеть тлю. С тлей надо бороться тоже сразу. Угнетает растения очень серьезно. Кроме всего прочего, есть виды, которые переносят вирусные заболевания. Тоже очень неприятная вещь. Соответственно, сначала мы контролируем вредителей с помощью наших протравителей Cruiser Raps, Celestop, либо Cruiser, как почвенных, так и наземных. Дальше вступают в игру инсектициды, которые применяются по вегетации. На сегодняшний день мы предлагаем хорошо известный каратезион и препарат, мало кому известный – Plenum. Поэтому мы поговорим отдельно про оба эти препарата. Что еще нужно помнить, когда мы говорим о цветоеде и скрытных оботнике? В этот момент для нас становится актуальна защита опылителей Raps. Как же совместить инсектициды и опылителей? Что мы с вами видим? Кто опыляет вообще Raps? В Raps опыляют множество насекомых. И медоносная пчела в классических исследованиях занимает около 18% в опылении. И, соответственно, всех остальных насекомых, всевозможных мух, ос и прочих, нам нужно тоже беречь, потому что основная доля тоже приходится на эти дикие виды. Про них тоже не стоит забывать. Вы можете сказать, что Raps – факультативный самоопылитель. Но существует масса исследований, которые показывают, что перекрестное опыление достигает 30%. И если мы добавляем одну пчелосемью на 2 гектара, то мы можем с вами повысить урожай на 40%. Кроме того, самое интересное, что мы таким образом ускоряем время цветения. То есть мы ускоряем время цветения, сокращаем. И таким образом мы будем урожай получать более равномерным. Созревание у нас будет с вами тоже более равномерным. Что очень удобно, согласитесь, в отношении Raps. Если мы посмотрим на классификацию по безопасности препаратов в отношении пчел, нашу отечественную, она прописана в списке перечней пестицидов и агрохимикатов. В приложении это может каждый посмотреть. Перечень есть в свободном доступе на сайте Министерства сельского хозяйства. Это тоже совершенно открытая информация. Каждый агроном должен ею пользоваться. Соответственно, сейчас мы приблизились к международной классификации. У нас три класса опасности. Высокоопасные, среднеопасные и малоопасные. Соответственно, для каждого из них есть регламенты разработанные, когда, как и при каких условиях стоит работать. Международная классификация показывает, как мы классифицируем, откуда у нас берутся высокоопасные, малоопасные и неопасные препараты. Делается исследование на то, сколько надо действующего вещества, чтобы пчелу контактно убить. Соответственно, если это высокоопасный препарат, то на цветущих растениях нельзя применять эти препараты. Если препарат токсичен при прямом попадании, то нельзя, опять же, применять на цветущих растениях, посещаемых пчелом. Соответственно, если препарат не оказывает контактного действия, то просто общее правило безопасности. Закрыть улей при опрыскивании, потому что просто попадание воды на пчелу при опрыскивании тоже может привести к не очень хорошим результатам. Если мы посмотрим на цифры, голые цифры, сколько нужно какого препарата из инсектицидов, которые мы используем на рапсе, мы можем с вами увидеть совершенно разные цифры. И кроме всего прочего, кроме контактного и перорального потребления, мы должны еще учитывать с вами длительность действия этих препаратов. Контактные действуют меньше, системные действуют дольше, соответственно, в том числе и на пчелу. Международная классификация в этом плане дает больше информации. К примеру, имидоклоприд, системный инсектицид, обнаруживается в пыльце и в нектаре. Если мы пойдем дальше с вами и не совместим со шмелями, это если мы говорим про, например, обработки в теплицах. Если мы говорим про пленум, то да, у него есть действие в течение около двух часов после обработки на пчелу. Дальше, соответственно, он не токсичен. Есть антифидантное действие, что тоже очень хорошо, потому что в первый момент, когда мы обработали, насекомые отпугиваются, они просто не прилетают сюда, к нам на рапс. Оно быстро заканчивается, соответственно, опылители возвращаются к нам на растение. Как вчера говорила Альбина Михайловна, для того, чтобы экспортировать рапс, нужно учесть массу всевозможных параметров. И один из параметров, который нам теперь с вами придется учитывать, это остаточное количество пестицидов. Они регламентируются международными стандартами. Это тоже может посмотреть каждый. Там есть даже русскоязычная версия. Вот ссылка, если кому-то будет интересно. Но требования Китая, Евросоюза и некоторых других стран, в том числе и России, кстати, они отличаются от общепринятых международных. То есть есть страны, которые работают по этому кодексу, а есть страны, у которых есть свои собственные требования. Мы с вами относимся к этим странам, и Китай тоже относится к этим странам. Этот момент тоже нужно учитывать. Это наша реальность. В этом направлении тоже нужно работать и понимать, что этот показатель очень важный. Для чего нам с вами эти цифры и что нам с вами делать? В том же самом перечне пестицидов и агрохимикатов. Есть количество обработок, разрешенное для применения на той или иной культуре. То есть, соответственно, производитель, когда делаются эти регламенты, он гарантирует, что при, например, двух обработках данным препаратом и соблюдении периода ожидания от последней обработки до уборки, вы вложитесь вот в эти показатели, которые даны в Международном кодексе. Либо для нашей страны, соответственно, наши внутренние требования. Соответственно, этот момент нужно тоже учитывать в обязательном порядке при производстве. Если мы вернемся к нашим препаратам. Каратезион. Почему он зион? Он отличается от всех остальных перитроидов на сегодняшний день тем, что сделан по специальной технологии. Все наши препараты, содержащие перитроид, сделаны по этой технологии. Специально для того, чтобы защитить составляющую перитроида. Соответственно, микрокапсулы должны быть определенного размера, потому что все перитроиды – контактные вещества. Чем лучше мы покроем растения, тем быстрее наступит гибель насекомого. И, соответственно, микрокапсула должна защищать препарат препарат от вредных воздействий окружающей среды, например, температуры или солнечной инсоляции. И поподробнее про препарат Пленум. Многие, наверное, про него даже не слышали. Он применяется достаточно много по защищенному грунте. Именно потому, что он безопасен для большинства насекомых и может применяться эффективно совместно с биометодом, то есть с выпуском насекомых всевозможных полезных и клещей. Препарат специфический. Действие у него системное, но для ярового рапса нам очень важно, что у него есть нокдаун-эффект. И при попадании на цветоеда наблюдается очень интересное действие. Жук парализует. Жука парализует. Он не может двигаться. И умирает он, собственно говоря, в итоге от голода. Нам с вами все равно, от чего он. Главное, чтобы он умер. Соответственно, у него очень хорошие показатели, если мы говорим с вами про пчел, как мы уже говорили. Он практически безопасен. Поэтому, опять же, повторюсь, он используется в больших количествах в теплицах. Там, где непосредственно стоят ульи со шмелями, ульи с пчелами. Соответственно, здесь вот на фотографии очень хорошо показана факт, в которую оптимально применение инсектицидов против цветоеда. Вот они, маленькие жуки. Соответственно, 150 грамм пленума обеспечивает достойную защиту от рапсового цветоеда и от скрытнохоботника семенного посевов рапса. Просим любить и сынить. Да, Оль, спасибо большое. Казалось бы, столько насекомых, да, но и не все они являются вредителями нашего рапса. И действительно стоит обращать внимание, когда вы делаете обработку против цветоеда и скрытных оботника в этот период на, соответственно, других полезных насекомых, которые присутствуют на ваших полях. Сейчас бы хотелось бы немножко остановиться на заболеваниях, потому что это тот подводный камень, который позволит вам повысить урожайность в ваших, соответственно, посевах. Основные заболевания, которые распространяются на территории Урала и Западной Сибири, то есть в первой половине вегетации это перноспороз, ложномущистая роса, фомоз, а во второй половине это в основном склеротиниоз, альтрариоз, и достаточно периодически встречаются такие заболевания, как фузыриоз. Если обратиться к порогу экономической вредоносности, да, то есть посмотреть, какие заболевания, когда стоит контролировать, когда не стоит контролировать, то в основном все эти заболевания, которые вот я сейчас только что перечислил, их необходимо останавливать при первых признаках заболеваний. Например, тот же фомоз, как вчера уже Альбина Михайловна говорила, сегодня повторюсь, то есть как бы он у нас вообще не допускается, да, то есть как бы как и ПВ на распластнее в нашей... К сожалению, у меня пропала презентация. Если посмотреть, получается, по тем параметрам, которые у нас... то, соответственно, смотрите, то есть фазу 2-4 листа, то есть вот, как я уже говорил тоже, переноспора, ложному чистая роса, то есть если мы с вами их видим при первых признаках, мы начинаем работать, потому что в зависимости от условий, в зависимости от состояния посева вашего поля, да, то есть как бы вредоносность данных заболеваний может быть достаточно значительная. В 2020 году компания, возможно, одна из первых провела мониторинг, может быть, это уже кто-то делал, да, то есть как бы это делает обычно Росхильхозцентр, но из химических компаний, возможно, мы первые провели мониторинг заболеваний рового рапса, то есть мы обследовали несколько территорий как раз-таки сибирского распределения, западной Сибири, то есть это был Красноярский край, то есть мы обследовали 7 районов, 8 хозяйств, Тюменскую область захватили, Новосибирск, Кемерово, Томскую область, и что у нас было выделено, то есть мы сдавали готовый, вернее, сдавали растительный материал, как вы видите, то есть материал собирался уже немножечко поздно, когда рапс находился в активном фазе цветения, что мы находили, то есть во всех этих территориях мы обнаружили 100% распространение альтернариоза, когда альтернариоз повреждался тремя видами альтернария, то есть мы диагностировали непосредственно в лаборатории именно те заболевания, которые непосредственно есть у нас на рапсе, то есть нашли до 35% видим, что у нас идет поражение фузариозом, и в районе 20% это достаточно страшное, это поражение белой гнилью. Это о чем характеризует? Это характеризует, говорит нам о том, что заболевание, в связи с тем, что у нас площадь рапса увеличивается, и мы начинаем возделать рапса все больше и больше, а Сибирь, если брать в общем, то мы достаточно значимое место по посеву рапса занимаем, говорит о том, что тот рапс, который мы выращиваем, нам необходимо защищать для того, чтобы получать больше урожая, для того, чтобы по максимуму использовать тот потенциал сортов либо гибридов, которые вы закладываете у себя на полях. Для того, чтобы этот максимальный потенциал сохранить, нам необходимо держать, соответственно, растение рапса более зеленым, то есть, чтобы у него был максимально, чтобы максимально был сохранен фотосинтезирующая способность. И если у нас с вами будут защищены, соответственно, и листья, и стебель, и стручки, мы получаем до 100% эффективности фотосинтезирующей поверхности. Это позволяет нам более полно получить те возможные урожаи, которые могут быть. Соответственно, компания Сингента предлагает два продукта. Это продукт Кустодия, это продукт Амистар. Где какой продукт можно использовать, против каких заболеваний данные продукты можно применить, то есть, как бы, как это все дело спозиционировать. Как уже сказал, да, то есть, как бы, есть заболевания первой половины вегетации, есть заболевания второй половины вегетации. Вот. И если перейти к алгоритму выбора, потому что, на самом деле, препаратов на рынке достаточно большое количество, и тут стоит подумать, то есть, какой препарат против какой болезни лучше работает, когда лучше что применить. Если даже в компании Сингента есть два препарата, и давайте перейдем к алгоритму выбора, как лучше препараты применять. То есть, смотрите, если мы с вами делаем однократную фунгицидную обработку, то есть, однократная, то есть, это примерно у нас потенциал с вами урожайности 20, чуть выше. Если вы знаете, что у вас на полях, к примеру, есть склеротиния, вот, и как вариант вы еще совмещаете с инсектицидной обработкой, то можно использовать оба эти продукта, то есть, как бы, продукт Амистара Экстра и продукт Кустодия. Что касается действующих веществ, то есть, Кустодия – это у нас азоксистрабин с тибуканозолом, а Амистара Экстра – это азоксистрабин с ципроканозолом. То есть, если мы работаем однократно, то лучше применять, соответственно, фазу начала бутонизации перед цветением, для того, чтобы по максимуму отконтролировать наше заболевание второй половины вегетации. Если же у вас все-таки в посевах встречается ложный мучей староса, или вы, к примеру, переноспора, да, либо вы выходите уже на две фунгицидные обработки, то есть, это у вас достаточно, используете хорошие гибриды, у вас хороший агрофон, то есть, вы нацелены на получение урожая больше 30 центнеров, вам необходимо использовать то питание, которое вы дали, да, то есть, как бы улучшить архитектуру строения растений, то есть, как бы, и в принципе работать на профилактику, то здесь можно применить две фунгицидные обработки, то есть, по позиционированию препарат Кустодия мы позиционируем в первую половину вегетации. Если у вас есть, к примеру, вы знаете, что уже в первую половину вегетации у вас уже есть заболевания, и вам необходимо их конкретно уже пролечить, чтобы они нам, соответственно, не мешали, либо знаете, что у вас будет ложному чистая роса, то тогда применяем препарат Кустодия, либо, если вам еще необходим, к примеру, ретардантный эффект. Еще раз хотелось бы напомнить, многие уже знают, да, что на рапсах применяются ретарданты, ретарданты в основном у нас идут из классов, получается, азолов, то есть, это из класса триазолов. В данном случае, то есть, такое действующее вещество, как тебуконозол, является ретардантом. Помимо того, что ретардант, он уменьшает выработку гиберлиновой кислоты, которая в свое время, получается, работает на увеличение урожайности растений в целом, в общем, если так рассматривать, то тут как раз-таки можно посмотреть и отработать Кустодии, то есть, как бы, во-первых, как профилактический, как по болезням, так и роторегулирующим эффектом. И Амистар Экстра мы отрабатываем во вторую фазу, да, то есть, как бы, как раз-таки перецветение для того, чтобы у нас мы могли использовать физиологические эффекты за счет содержания азоксистрабина и по максимуму отконтролировать тот альтернолиоз, который у нас развивается во второй половине вегетации нашего рапса. Если перейти к доказательной базе, посмотреть к тем опытам, которые проводились на территории нашей Сибири, получается, Урала, здесь есть опыты, которые проводила компания Сингента, здесь есть именно опыты, которые проводили уже сами хозяйства, то есть, как бы, это уже более такие опыты в более масштабных видах, да, соответственно, что мы здесь видим? Вот на этой фотографии вот мне четко бросается в глаза как раз-таки архитектура строения, то есть, посмотрите, разделены фотографии без фунгицидной обработки и была обработка Амистара Экстра 0.8 в конец светения, то есть, это производственный опыт, и мы четко можем понаблюдать, как изменилась архитектура строения, то есть, как бы, наш рапс разветвился, вот, и там, где есть технологические колеи для того же опрыскивателя, вот, видите, вот здесь вот эти вот колеи, они у нас заросшие по сравнению даже с тем участком, где не было фунгицидной обработки. Это говорит о том, что рапс изменил свою архитектуру, да, и за счет этого, получается, мы не только, скажем, отконтролировали заболевания, которые у нас могли быть, да, но, скажем, мы повлияли на архитектуру строения и увеличили урожай непосредственно в данном непосредственном хозяйстве. Также хотелось бы привести пример контроля Амистара Экстра такого заболевания, как альтернария, то есть, четко видно, где была проведена обработка Амистара Экстра, где, соответственно, не была проведена обработка Амистаром Экстра, то есть, как бы, не было вообще никакой фунгицидной обработки, а фотографии сделаны в один день, соответственно, для того, чтобы посмотреть, видно было эффективность. К сожалению, у меня презентация немножко съехала, вот. Просьба включить. Дальше мы тоже хотел еще показать, есть ряд примеров уже тоже производственных опытов, где мы обрабатывали, получается, хозяйство, вернее, не мы, хозяйство обрабатывали свои посевы ярового рапса. Здесь вот четко видно, что при проходе опрыскателя забыли, просто этот опыт получился случайно, да, при проходе опрыскателя забыли включить центральную секцию, и четко видно там, где был технологический проход, то есть, как бы, вот эту вот чернь, то есть, как бы, да, то есть, повреждение той же альтернарии, которая у нас присутствует практически на поле всегда. Еще раз хочу напомнить, обращаясь к слайду обследования, альтернарию мы находили на всей территории, то есть, это распространение было 100%, то есть, это одно из заболеваний, которые присутствуют во всех посевах, во всех территориях. Также можно посмотреть, как влияет Амистар Экстра на развитие заболеваний, то есть, как бы, тут тоже четко на данном слайде видно, что Амистар Экстра, видите, то есть, как бы, стоит растение более, скажем, такое чистое, более светлое по сравнению с контролем. Это доказывает те цифры, которые были собраны с поля, что Амистар Экстра распространение болезни на данный момент было всего лишь 3% по сравнению с контролем. Вот, и если посмотреть, к примеру, контроль, мы видим, что у контроля распространение 63, ну, 64%, да, за 60, это уже достаточно большое. И посмотрите, пожалуйста, такой момент, как архитектура. Мы четко видим, что физиологическое действие, помимо фунгицидного действия, которое обладает Амистар, физиологическое действие, видите, без обработки, оно очень слабое, то есть, как бы, весь потенциал сорта, потенциал гибрида на данном участке, соответственно, мы не раскрыли. Если перейти дальше, вот, к тому же, к тем же данным, то есть, это данные Свердловской области уже 2020 год, то есть, можно посмотреть, как раз-таки, как, получается, выглядят стручки без фунгицидной обработки, да, мы видим, что стручки, они, во-первых, не все выполнены, они разной формы, получается, по сравнению с Амистаром. На Амистаре у нас стручки, получается, выполнены практически полностью, и это же самое доказывает та уборочная урожайность, которую мы получили. То есть, как бы, смотрите, в 2020 году, несмотря на те аномальные условия, которые сложились на Урале, в Сибири, все, наверное, знают, что за исключением Кемерово, там, Красноярска, да, где у них было достаточное количество осадков, на Урале, к примеру, и на Алтае было достаточно сухо, была высокая температура, не было осадков. И даже на таком фоне мы можем посмотреть, что порядка 8 центнеров дал прибавку Амистара Экстра. Вот, и все знают, что даже когда у нас засушливые условия, болезни развиваются чуть хуже, нежели, чем когда у нас больше влажных условий, но все же, то есть, применение Амистара Экстра дало достаточно хорошую прибавку. Если обратиться вот к этому физиологическому действию, то есть, как бы, так называемая технология Амистар, которая присутствует в Амистаре Экстра, можно посмотреть, что выход маслосемянок в стручках у нас получается на 27, ну, то есть, на 30% идет выше, нежели чем на посевах, где не проводилась вообще фунгицидная обработка. То есть, тем самым, как раз-таки, вот эта фунгицидная обработка и есть, скажем, та ступенька, которую производители хотят, скажем так, поднять и выйти на другой уровень урожайности. И, соответственно, хотелось бы еще показать данные по Кустодии. Кустодию мы в этом году испытывали. То есть, это Тюменская область, данные свежие 2020 года. Испытывали на гибриде Билдер. Была обработка Амистара Экстра 08 и была обработка препаратом Кустодия. То есть, как бы, фазы были выбраны одинаковые. Но, соответственно, мы увидим, что разница плюс-минус одинаковая. Как раз-таки вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, про то, что я говорил. Синтез гиберлиновой кислоты плюс-минус, оно все равно получается у нас, а урожайность чуть меньше. По сравнению с контролем. Контроль у нас урожайность была 26. То есть, как бы, в принципе, это достаточно высокие урожайности даже для контроля. Но хозяйство, на самом деле, очень хорошо и качественно работает с РАПСом. У них высокая агротехника и фон. Но, соответственно, посмотрите, что с Кустодией, что получил продукт Амистар Экстра. На данном слайде вы можете еще увидеть продукт такой, как Тилт. Скажу так, что Тилт со следующего года у нас выходит из портфеля. Да, однокомпонентный продукт, все-таки компания уже позиционируется уже на более, скажем, интенсивных фунгицидах для того, чтобы мы могли повысить урожайность более качественно и более, скажем так, комплексно. На этом по фунгицидам у меня все. Еще раз хотел бы напомнить, что мы сегодня с вами рассматривали яровой РАПС с точки зрения защиты от вредителей. То есть, как бы, это такие продукты, как пленум, как каратезион. И рассматривали те подводные камни, которые можно было увидеть на заболеваниях. То есть, показали, какие есть заболевания и показали, как работать с теми же фунгицидами. Кустодия и Амистар Экстра. Вот. Но не забывайте, что в нашем портфеле есть и гербициды, и диссиканты, да, для того, чтобы вы могли четко запланировать тот конвейер уборки, который вам необходим, соответственно, в хозяйстве. На этом у меня все. Наталья? Сергей, да, спасибо большое. Ну, я смотрю, пока вопросов в чате немного, но у меня есть вопрос. Коллеги, Оля, можешь появиться? У меня вот такой вопрос. Какой ваш прогноз по вредителям на год, на сезон 2021? Мы знаем, что он был достаточно, ну, такой непростой в 2019 году, тоже такой интересный в 2020 году для рабства, да, когда, ну, в принципе, никто не прогнозал, уже все расслабились и думали, что никаких проблем с вредителем не будет. Но он все равно был. Вот, как вы думаете со своей стороны, как специалисты, какой прогноз вот на сезон 2021 года? Стоит ли вообще чего-то опасаться и каких подводных камней ожидать? И на что обращать внимание? Прогнозы по вредителям дела очень неблагодарны, потому что перезимовка зависит от кучи факторов. Посмотрим, какая будет зима, конечно. Конечно, но больше всего, если зима будет ровная, то для любых вредителей это будет хорошо. И для сосущих, и для чешуекрылых. Но в любом случае можно сказать, что в данный конкретный момент луговый мотылёк является на подъеме численности, и вот его стоит ожидать в любом случае. Оля, как промониторить, какие способы, как агроному понять, чтобы не прийти тогда, когда уже, простите меня, рапс съели? А вот как понять, что проблема началась, что вот уже сигнал к тому, что нужно действовать? Вот на капустную моль есть очень простой способ. Это феромонные ловушки. Мы расставляем их при появлении всходов рапса или чуть-чуть позже, и мы уже знаем точно, есть у нас моль, нет её, сколько её. Очень удобная вещь. Блошек, на мой взгляд, проще применить, протравить или и не мониторить уже. Соответственно, цветоеда нужно прийти и посмотреть. По-другому пока не придумали, к сожалению. Ну и лугового мотылька тоже. Нужно время от времени заходить в пассив. Спасибо большое. Коллеги Сергея, Ольга, спасибо большое за ваше выступление. У нас на этом тема рапса в чате написали, надо просто на поле каждый день находиться и мониторить. Согласна, коллеги, это, естественно, очень хороший способ каждый день находиться на поле, но мы знаем, что есть холдинги, где до 20-30 тысяч гектаров. И, конечно, я наблюдала такую картину в 19-м году, когда мы уже просто ехали на автомобиле и видели, что просто поля рапса съедены, уже даже выходить бесполезно. Конечно, выход в поле является универсальным, но не всегда возможным. Вот, поэтому, как Ольга сказала, мониторинг с помощью феромонных ловушек, прогнозы, прогнозы от руссельхозцентров, мониторинг ситуации. Вот, я думаю, что это вот как одно из таких лучших способов быть информированным, что у вас есть проблема, либо у вас ее нет. Еще один вопрос, если позволите, я задам. Фаза обработки Амистара Экстра на рапсе против склеротини. Как долго будет держать альтернариоз после этого? Сереж, можешь ответить на этот вопрос? Да, коллеги, спасибо за вопрос. Вопрос, на самом деле, интересный. Смотрите, то есть, как бы Амистар Экстра мы позиционируем обрабатывать перед началом цветения, потому что нам необходимо создать защитный барьер, для того, чтобы Амистар Экстра максимально оболок нашу пазуху вместо прикрепления листа, там, где могут скапливаться опавшие лепестки, и в этот момент при попадании воздушной влаги, в принципе, происходит процесс загнивания, где может образовываться склеротиния. Соответственно, в этот момент мы рекомендуем проводить обработку Амистара Экстра. По эффективности данного продукта, получается, по сроку защитного действия, то есть это порядка 30 дней, то есть как бы 25-30 дней все будет зависеть от условий, соответственно, непосредственно на поле от погодных условий, там, где применяется обработка Амистара Экстра. Спасибо большое. Спасибо, Сережа. Спасибо, Оля, Сергей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok